Если за США устраиваться, то вообще-то надо заметить, может быть, это не все знают, что большинство тех, кого США разбомбили, раздавили и привели в состояние хаоса за последние 20 лет, это были лояльные к ним режимы. То есть это были проамериканские режимы. И Каддафи, в общем, повернулся к Западу, и именно тогда его разбомбили. И, значит, Египет был очень лояльный, он получал помощь, он фактически входил в военную систему США, оружие у них покупало, и вообще было военно. То есть они в первую очередь ломают лояльные к ним режимы. Зачем? Объяснение вот Стариков, который в восторге докладывал, он говорит очень просто, и просто мне нравится его. Он говорит, ну, точно с такой же обидой может, значит, баран спросить, а зачем же меня хозяин режет, чтобы он меня всю мою жизнь кормил, но он режет, потому что мясо нужно. Да, кормил и так далее, но у него просто виды на этого барана всегда были, как на мясо. Здесь та же самая история, сейчас американцам нужно заменить эти режимы на исламистские, чтобы они порешали их задачи, он берет и ломает их все. А когда этот режим на тебя опирающийся, лояльный к тебе, то обучение очень просто, убираешь подпорку, на которую тебе прислоняется, он и падает. Вот, поэтому выстраиваться в США, вот в смысле эмоционационном пространстве тоже, и за Западом, это значит, что ты полностью себя отдаешь в их распоряжении, но не как партнера, а как баран. И тебя рано или подно зарежут, когда твое мясо потребуется. Продолжение следует...